Сумасшедшая боль усиливалась до той степени, что я поняла, что я умерла. Я видела свои грехи. Их было так много, но самое страшное, что это поздно. Это очень страшно. Я бесов не видела, нет, но я понимала, что да, что где-то здесь. В какой-то момент за спиной Господь пришел. Эта история с Еленой Сивальд случилась 10 лет назад в Алтайском крае. Неожиданно у молодой здоровой девушки начала болеть голова. Чтобы вы понимали, к примеру, ложка упала на пол, и она уже 5 минут как на столе лежит, а боль вообще не проходит. А боль, ну простите, нарвоты. Говорю, мне вот такие, знаете, прям мурашки по коже идут. В то время в родном городе Елены с медициной были сложности. Скорая приезжала не часто и не ко всем, но девушке везло. Только каждый раз во время приступов врачи давали обезболивающие лекарства. На этом лечение заканчивалось. Батало, допустим, на полдня, на сутки. И на следующий день опять адовую боль. Я не побоюсь сказать, что это адовая боль. Боли такие дошло до того, что я не могла не то что читать, я не могла видео смотреть, я не могла, допустим, идёт телевизор, я не могла смотреть даже без звука. Девушки сделали МРТ, но точный диагноз Елены определить не смогли. Поэтому и лечения назначено не было. В какой-то момент ей стало совсем плохо. Я как кипятком сейчас ошпарила, я это всё опять вспоминаю. В общем, с 8 часов вечера мне становилось хуже. Сумасшедшая боль усиливалась до той степени, что я понимала, что мама у меня в комнате стоит, но я не понимала. Так Елена от боли мучилась всю ночь. Рядом с ней была мама. Она не знала, чем помочь. Девушка начала терять сознание. Почему-то женщина именно в тот момент посмотрела на часы. Показывала 45 минут первого часа ночи. Я в какой-то момент поняла, что я умираю. И вот это вот чувство, ну пускай будет очень условно вот это вот страха, потому что страх – это все очень ничтожные слова. Просто поверьте мне. Вообще, вот хочу сказать, что многих слов я не смогу подобрать не потому, что не могу. Вернее, я не могу, а потому что их просто на земле таких слов нет. Елена теряла сознание, а потом снова приходила в себя. Видела маму обои в комнате. Все это ей напоминало, как умирал родной брат Саша. Спустя несколько секунд девушка стала ощущать, что она находится в темной комнате. Одна. Там не было ни верха, ни низа, ни как бы стен. Ну, вернее, они были. Но я их, наверное, не видела. И вот такое ощущение. Я вот сама себя перебью. Сумасшедший страх. Вот просто сумасшедший. Вот это очень страшно. Я поняла, что я умерла. Елена вспоминает, подобного страха не испытывала никогда. Она стала видеть существ, которые напоминали ей муха. В какой-то момент девушка поняла, что это ее грехи. Их было много. Знаете, какое слово «хоть как-то» соответствует поздно. То есть нужно что-то было делать вот здесь. Еще когда я на диване лежала, я молиться уже не могла. Я же мыслями могла что-то «Господи, пожалуйста». Среди этих существ Елена начала понимать каждый свой грех. Она неистово молилась, кричала о помощи. Там не было непонимания. Я бесов не видела, нет. Но я понимала, что да. И что где-то здесь. Елена вспоминает, что тогда не чувствовала времени. Она увидела свой смертный грех, который однажды не рассказала на исповеди. В этот момент девушка оказалась еще в более темной комнате. И прочувствовала каждой своей клеточкой, как страшно умереть без покаяния. Вот все, что я говорила до того про страх, это был не страх. Вот там был адовый страх. Я понимала, что грех, который я не рассказала, и этот грех меня не пустит в Богу. Я это там четко поняла. И я поняла, куда я пойду. Там Елена плакала так, как никогда на земле. Она молилась Господу и вымаливала прощение. Мне казалось, я там была целая вечность. Я просила, говорю, Господи, ну дай мне еще один шанс. Я тебе обещаю, я исправлюсь. Ну, пожалуйста, ну прости меня. Только верни меня. И там уже не было ни мамы, никого. Ты один сам, вот как бы, не знаю, борешься за это. Знаете, что произошло? В какой-то момент за спиной Господь пришел. Елена одновременно испытывала страх и радость. Она была уверена, что Господь ее слышит. Девушка об этом не рассказывала никому все 10 лет. Боялась, что не поверят, да и не поймут. А сейчас мне кажется, что это неправильно. И я хочу сказать, что даже вот в такой момент Господь слышит. И приходит, сам приходит, представляете. Елена стала приходить в сознание, чувствовала, как несколько раз ее душа металась между той темнотой и жизненной земле. Все это время мама девушки молилась при Святой Богородице. В какой-то момент она решила помазать дочь вифлеемским маслицем. В эту секунду, Господи, в эту секунду я вернулась. Все, понимаете. Мама мне потом рассказывала, что все, щеки в эту секунду стали, щечки румяны. Вот в эту секунду, когда она помазала. В тот момент мама снова обратила внимание на часы, показывала ровно час ночи. Удивительно, для девушки прошла целая вечность. А на земле это заняло всего 15 минут. Елена считает, что вернуться с того света помогла материнская молитва. У ее мамы сахарный диабет, ей сложно ходить, наклоняться. Мама говорит, я 4 часа после того, когда все произошло, стояла на коленях. И в тот момент я просто в голос кричала, Богородице, верни мне моего ребенка. Я у мамы одна. Мама просила, Боже, мамочка, верни мою дочь, пожалуйста. После этого случая жизнь Елены проходила в лежачем положении. Она не могла самостоятельно есть, вставать, ходить. Всему приходилось учиться заново. Как будто Господь дал шанс начать все с самого начала. Мама была всегда рядом, но однажды она оставила дочь, чтобы пойти в храм. Молитва была одна о ее здравии. Удивительно, но именно в этот вечер Елена заметила засохший цветок на окне. И сама того не понимая, смогла дойти до него, чтобы палить. У нас дома очень-очень много икон богородичных, среди которых есть Казанская, Карабельниковская. И мама, в том числе, просто мне сейчас эмоции переполняют, в том числе и перед этой иконочкой молилась. И, Боже, мама меня вернула. Елена считает, что благодаря молитве начала восстанавливаться. Во время лечения ей пришлось столкнуться еще с одним испытанием. Тех, кого она называла друзьями, от нее отвернулись. Отдаешься. Ну, просто оттену, все, телефон замолчал, и все. То есть, как бы, получается, когда у тебя были деньги, когда ты мог помочь, когда весело время провести, они у тебя есть. А когда вот что-то вот случилось, это было очень больно. Спустя годы Елена переехала в Москву и стала прихожанкой храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Это место стало для нее вторым домом. Здесь она познакомилась с отцом Василием, признается, он дает ей очень важные духовные советы. А сотрудник храма Алексей стал хорошим приятелем, с которым можно поговорить по душам. Христианство основано на двух основных заповедях. И эти заповеди о любви. Первая звучит как «возлюби Бога своего». Всей своей жизнью, по умжелениям и разумам. И вторая заповедь равна ей по силе «возлюби ближнего, как самого себя». А апостол Павел уточняет, что невозможно любить Бога, если ты не любишь ближнего своего. Дружба – это некое подразделение любви, настоящая дружба. Алексей считает, что именно трудные ситуации проявляют настоящих друзей. Для Елены самый близкий человек – это мама, которая каждый день просила о ее исцелении перед образом Казанской Карабинниковской Божьей Матери. Его она купила в Алтайском крае, в монастыре, и с тех пор икона всегда с ней. Она была найдена, там были только как бы две черточки, что-то типа напоминающие глаза. Со временем ее никто не реставрировал, она сама обновилась. Я сама этому свидетельница, понимаете? Со временем она меня от бессонницы исцелила. Стоило мне только в источнике искупаться. Она много чудес творит, поэтому если кто-то живет в Алтайском крае, вот просто знаете, что Божья мама помогает. И прошение наше исполнив, вся ба суть возможна ходатайству Твоему. Эти слова из любимого Акафиста Елены. После всех событий его она читает особенно часто. Считает, что ее отношение к жизни изменилось. А самое главное – вера стала крепче. Я очень верю, что Господь, Он может и в нашу физическую жизнь как-то войти и одухотворить ее для того, чтобы мы не забывали, что мы люди, у нас есть бессмертная душа. Всякая болезнь – это такой колокольчик сверху. Дзинь-дзинь, что-то надо изменить в твоей жизни. Надо что-то исправить, надо бежать к Богу, к Христу. Что случилось 10 лет назад с Еленой, неизвестно до сих пор. Один врач предположил, что это был микроинсульт. Девушка уверена, что ее спасла именно молитва мамы. Помолилась. И каждая мама, которая молится, она должна об этом помнить, что молитва материнская имеет очень большую силу. Опыт подсказывает, что материнская молитва с одного моря достает. Но не у всех мам так случается. Она может не только 4 часа, она может и 4 года молиться. А если он исцелился, надо безмерно благодарить Бога. И Лене тоже надо благодарить теперь всю жизнь. Екатерина Подгорная, Владимир Роченков, Юрий Барковский, телеканал Спас.